Глава Красноярска Эдха Макбулатов сегодня встретился с молодым дизайнером Маргаритой Стасевич. Девушка разработала фирменный стиль для Красноярска, который по ее задумке должен создать положительный образ города, поднять патриотический дух и поспособствовать развитию туризма и экономики. Концепция бренда представляет собой две неразделимые параллели прошлого и будущего. Это проявляется в буквах. По пропорциям они напоминают старославянскую вязь, отсылая вглубь веков. А буквы шрифта схожи с очертаниями высоток, мостов, совсем из чего состоит современный индустриальный мегаполис. Главным цветом Маргарита выбрала красный, и это послужило поводом для дискуссии. В целом проект бренд-бука столицы региона Эдха Макбулатову понравился. Глава города заметил, что такие вещи должны обсуждаться и быть принятыми, если не всеми красноярцами и профессиональной общественностью, то большинством. И предложил сделать это на общегородском форуме в ноябре и на Доброфоруме в декабре этого года. Сама Маргарита после встречи призналась, что очень волновалась. Очень приятно, что вы взялись за эту тему, причем вы так достаточно четко аргументируете, что бы вам хотелось видеть в городе Красноярске. Мне понравилось, что вы говорите о дружелюбном городе, о городе, где хотелось бы жить. Хотелось бы жить тем людям, которые приезжают в наш город, а в первую очередь. Вообще невероятно волнительно. И я очень жалею, что я, ну, наверное, как сказать, очень мало мне удалось сказать, потому что бренд — это не просто двумя словами его не описать, и от него как бы у него очень много плюсов, и там очень большая концепция, и такой большой объем материала. Ровно год я работала, и включая исследования, и изучала историю Красноярска, и опыт других, как зарубежных, так и российских городов, ну, и формировала концепции. И, конечно, концепция у меня сформировалась на основе предыдущих различных кампусов и встреч, посвященных брендированию Красноярска. И потом уже непосредственно занималась именно визуальной коммуникацией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова